Всем привет, друзья мои и подруги, с вами как всегда Алекс и спешу поделиться с вами с каким оружием лучше играть во втором сезоне Warzone и с каким играю я. Я могу вам только посоветовать с теми пухами, с которыми бегал я. А бегал я с многими пухами и считал секунды на одинаковых ботах, то есть ТТК. На каждую пушку я брал по три катки и одинаковых ботов, как с броней, так и без брони. Не спорю, времени я потратил на это много, но если вспомнить первый сезон Warzone, когда все бегали с МАК-10 и ДМР, я бегал с FFR-1, да, в самый первый в сезоне. Но мало кто верил, что она перестреливает все и всех, хотя позже, примерно через недельки-две, я не встречал ни одного отряда или соло-барнишку Челика без FFR-1. Он даже успел уже как-то и надоесть тогда решать, с чем играть только тебе, ведь в первую очередь именно тебе должно быть комфортно и удобно с той или иной пушкой. Второй сезон Warzone 2 и тут, несомненно, скажу тебе. Да, это ИСа. Я, в общем, сам не ожидал такого, как АР-ка. Она прям мета, которую скоро будут нерфить, ну, это, наверное, 100%. Отдачи у нее фактически нет. Для начинающих это самое то. Единственный минус, мало патронов. Как для ПП-хи, я бы выбрал, наверное, Лахман Суп или БАСП, Б, или Б, или как он там, БАСП. В общем, БАСП очень неплохая ПП-шка. Она довольно сильная на ближней дистанции. Бывало такое, что даже примерно на 50 метрах я перестреливал многие АР-ки. И, конечно, снайпа это сигнал. Хотя я не любитель с ними играть со снайперками. Мало тестил их, но по ощущениям она прям хороша на фоне других снайперов. А в целом на дальнюю дистанцию не с одной снайпой в Warzone 2 так не постреляешь, как в первой доброй Warzone 2. Как по мне, проще собрать тот же ИСа на среднюю, дальнюю. По ощущениям скорость пули там очень быстрая и что сломано, ну что-то сломано явно в ней. Ведь, как я и говорил, фактически нет отдачи и пуля летит туда, куда ты целишься. То есть скорость ее очень-очень большая и превосходит снайпу даже, вот я тебе 100% говорю, тебе не нужно брать упреждения. Как раз на новой Ашека Исланд против игроков и против ботов. Это стиратель, просто стиратель. ИСа это стиратель ботов и игроков. Вот моя сборка ИСа и Лахман Суп. Если вдруг тебе будет интересно, смотри, пожалуйста. Начнем, пожалуй, с Лахман Суп. Вот он, оружейник. На самом деле здесь собирать особо то и нечего. Можете поэкспериментировать с боеприпасами. Я не понимаю, что такое рыбки с целей. Я его ставил. Проникающие способности, вот эти вот получше. 9-миллиметровые, бронебойные. Вот, я с ними играл, но разницы сильно не заметил. Единственное, что разница, так это вот эти вот. Тут начальная скорость пуль режется. И эффективная дальность. То есть дальность становится вообще почти неиграбельной. Вот эти можно ставить. То есть это бронебойные, вот эти усиленные, плюс П, рывки цели. Честно говоря, не пойму. Разницы никакой я не видел. Глушитель я поставил просто так. Снижение уровня шума, скорость прицеливания. Тоже эффективная дальность. Здесь, конечно, эффективная дальность. Но снижение уровня шума и плавность отдачи. Можно вот такой вот поставить. И, в принципе, ничего не меняется почему-то. Вот. Но скорость прицеливания, вот это тоже как бы и не режет. Я с ним бегал, ну, абсолютно. То есть можно бегать вот с таким вот. И рукоять, рукоять, как она называется, исполнитель. Вот. Точность стрельбы от бедра. Стабильность прицеливания при ходьбе. И еще раз бедро. Нас это и интересует. Вот такая вот рукоятка. Контроль отдачи. Здесь есть стойкость с хранением. Но приклад вот такой вот я выбрал. Стабильность прицеливания. И скорость прицеливания. Скорость бега, контроль отдачи. Вот эти вот я ставил. Но как-то она совсем похуже. То есть вот этот приклад прям, прям хорош. А так, в принципе, она из пола. И просто если ты подбираешь лахман суп. Вот этот вот лахман суп. Да, то он очень хороший. Но если вот так собрать, будет еще, еще лучше. Ну, давай посмотрим на Иса теперь. Вот оно и Иса. И здесь гораздо все интереснее, я тебе скажу. Здесь есть возможность поставить прицел. Сейчас я тебе покажу его. Где-то здесь он. Вот он. Вот он вот. Инфокрасный прицел. Это если через дымовые гранаты играть. Но скорость прицеливания прям режет не на чуть-чуть. Как тут нарисовано. Типа тут эргономика. И чуть-чуть оно типа что-то режет. Режет оно конкретно. Да, и мушка мне не сильно нравится через дымовые играть. Я вот такой вот прицел поставил. Очень-очень-очень. Лазер. Лазер поставил. Он у меня скорость прицеливания. И стабильность прицеливания делает. Также можно другие абсолютно поставить. Но тут из недостатков только виден противникам. На самом деле они не смотрят. Рукоять стоит исполнитель. Вот опять-таки. И почему-то я к ней выбираюсь. Можно вот такую вот поставить. Но мне исполнитель больше нравится. Вот. Можешь побегать стой-стой. Я бегал. Если ставишь дуло. То ставь вот такой вот глушитель. Видишь? Тут два разных есть. Глушитель эхо-лайн. Эффективную дальность режет. И действительно режет немножко. Хотя дальность тут. Я не знаю. Если такой ставишь. То сразу прицел ставь другой какой-то. Если ты типа вместо снайперки хочешь. Снижение. Эффективная дальность еще повышает больше. То есть. Реально повышает. Ствол. Я играл. Вот у меня такой открылся. Ствол. Недавно. С ним я не играл. Я играл вот с этим вот. Предпоследним. Эффективная дальность. И начальная скорость пуль. Но начальная скорость пуль, как я и говорил. Мне кажется вообще не меняется просто. Не меняется. Но вдруг. Если понерфят. Если понерфят. То вот эти вот два ствола. Я думаю они заобафают что-нибудь. В прошлом. В прошлом сезоне. В первом сезоне. Стволы вообще не играли роли. А я вот с этим играл. Вот действительно круто. И патроны. Можно поставить вот такие вот. 300. Затмение. Это просто. Я тебе серьезно. Говорю. Но тут есть начальная скорость пуль. Опять таки эффективная дальность. Это 5.56 калибр. Если ты играл в Тарков. Да. Смотрел какие-то мои ролики. Ты должен в пулях разбираться. 5.56. Это так себе. И тут бронебойные. Тоже. Моешь не ставить. 5.56. Разница вообще. У меня было. Наверное. Ну. Меньше чем в полсекунды. Я смог выявить. Так. Но я на это дело плюнул просто. Плюнул просто. Поставил вот эти. Вот здесь вот уже. Наверное. Секунда. Разница в твою пользу. То есть. Может даже чуть-чуть меньше. Но. По крайней мере. Я ощутил. Нет меток смерти. Плюс урон. Ну. Плюс урон. Ты посмотри даже на эту табличку. Да. Какие эти урон. Вот. А это у нас 300. 300 калибр. Данные. Я вот по Таркову знаю. Что 300 лучше. Я бы вот эти вот не использовал. А вот эти использовал. Даже. Хоть и бронебойные. Они. Они не то. Не то пальто, как говорится. 300 затмения. Это то, что надо. Вот. Ставишь их. Ставишь рукоять. Прицел. Приклад. Задняя рукоять. Это уже все. Все тут на твой вкус, как говорится. Но я поставил магазин на 45 патронов. У меня, если без него, то это на 30. 300-ый. Блокаут. Сапсоник. Вот. Сапсоник. Патрончики хорошие были в Таркове. Сапсоники мне очень нравились. Вот. На МП-5. Ой. Да. МП-7. На МП-7 они шли. Вот. Так. А вот здесь вот емкость магазина. Скорость перемещения. Скорость прицеливания. Быстрота перезарядки. И задержка стрельбы после бега, типа, ребят, я не ощутил. Перезаряжается четко. Если поставить еще какие-нибудь перки, там, ловкость рук, типа, быстрая перезарядка, то вообще шикарно. И вот такой вот, вот такой вот ствольчик. Я никакую персонализацию ничего не делал. Кстати, если зайти в магазин, я совершенно недавно видел БАСП-Б там. Очень неплохой. И здесь, здесь, здесь или здесь. Подожди. По-моему, здесь. По-моему, здесь. Вот. БАСП-Б, точнее, да. Прошу прощения. Темная глава. Я его поднял с щелика, пострелял. Очень хорошее. Но в целом, пистолет, пулемет, БАСП на уровне Лахман Суп. Я вам честно скажу. То есть, довольно, довольно быстро уничтожает. Просто быстро уничтожает. И это довольно, довольно неплохо. Довольно круто. Вот так вот, собственно говоря.